то ли нету вообще ничего, ну, в общем-то, я думаю, что вы все это понимаете, и можете, кстати, посмотреть мой вот этот вот пост, набрал, ну, типа, 100-20 тысяч просмотров и 4 тысячи лайков, и на самом деле все это могут не знать. Однако, какой вывод можно сделать из всего этого? Ну, даже если у Сантропе есть накрутка. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Мне уже начало казаться то, что, знаете ли, вот эти вот мобильные новости все кончились, и мы больше переходим уже к обычному. GTA сам сегмент, там и вот этот вот, знаете ли, Blazix, то ли умер, то ли не умер, то ли спрыгнул, то ли не спрыгнул, то ли там, знаете, а есть какие-то новости по поводу того, что с ним там что-то приключилось, случилось и так далее, то ли нету вообще ничего. Ну, в общем-то, я думаю, что вы все это понимаете, и можете, кстати, посмотреть мой вот этот вот недавний выпуск ДК на Blazix, а потом там, знаете ли, на моем еще втором канале, или это третий, или четвертый, или пятый канал Семен, там тоже выйдут разного рода вот эти вот все ДК и все-все-все прочее, то есть там много будет подобного контента, поэтому кому это интересно, кому это надо, заходите туда, делайте там все эти вещи, но сегодня мы обсудим уже такую новость, которая, как мне кажется, залежалась. Ей уже там около, там, не знаю, практически 10 дней ей, но тем не менее, я думаю, что она до сих пор актуальна для обсуждения. Вот скажите мне, на каком сервере в GTA Samp для Android вы играете, если вы вообще играете на каком-то мобильном сервере для GTA Samp на Android? Скорее всего, вы ответите что-то типа, там, знаете, какой-нибудь, я жду там Flame RP, или я там, допустим, я не знаю, играю на Сантропе RP, или я там, знаете ли, вот я один из тех немногих людей, у которых с Arizona Mobile все нормально, а я посмотрел видеоролики от такого, знаете ли, ютубера, как ZDS, у меня все стало нормально, у меня все стало отлично, и я, как бы, больше ничего не делал, или я посмотрел там ролики каких-то других ютуберов, у меня тоже все стало нормально, тоже все стало более-менее, ну, в общем-то, как-то так все это происходит. Либо там еще какие-то сервера, либо есть люди, которые вообще в этот самый GTA Samp на мобилке не играют, и вообще такие, что, блядь, GTA Samp уже появился на мобилке, а мы как-то не знали, мы на компьютере-то еще, знаете ли, они все изучили, да, только недавно начали играть, мы 2008 года рождения, как бы, сами должны понимать, что вот, ну, вот так вот у нас все происходит. Ну, ладно, ладно, мы сейчас говорим немного, ну, не об этом, ну, абсолютно не об этом. Дело в том, что в группе Santhrop RP в 2020 году, 18 июня, там, знаете ли, количество общих подписчиков перевалило за 200 тысяч человек, и все было бы ничего, если бы комментаторы под бастами вот с этой, со всей новостью, не писали, что у Arizona Roleplay, ну, практически столько же человек. И вот тут вот самое интересное идет. У Arizona Roleplay в их официальном сообществе подписчиков, вот на момент озвучки данного видеоролика, 204 тысячи 843 человек, ну, можно сказать, что уже около 5 тысяч, а у Santhrop RP или у Santhrop RP 202 тысячи подписчиков, то есть, как бы, не хватает нескольких тысяч человек буквально для того, чтобы Santhrop и догнал Аризону, и впоследствии, возможно, ее перегнал. Но, как так вообще выходит? И, разумеется, тут люди уже, ну, так скажем, прямо охуели вообще. Как такое возможно? Я-то, как бы, вообще на все вот эти вот вещи внимания особо сильно не обращал. То есть, там, у кого-то больше подписчиков, у кого-то меньше. Мне на все это, ну, абсолютно точно похуй, поебать, без разницы и так далее. Но вот люди-то начали писать, мол, накрутка. Мол, типа, ну, само по себе накрутка. И если действительно посмотреть посты, вот сколько набирают посты, допустим, на Аризону или плейс, сколько там набирают какие-то посты в закрепе, хотя сейчас никакого поста в закрепе нету, сколько набирают эти самые посты, то статистика-то, типа, плюс-минус одинаковая какая-то. Ну, такая, знаете, идет. То есть, тут, знаете, я не знаю, там, 50, 60, 70 тысяч, там, где-то 100 тысяч идет. Вот, и вот все в таком духе, все в таком роде и так далее. У Сантропе, РП же, в свою очередь, на закрепе 600, ну, дайте, 680 тысяч просмотров и там, типа, 3 тысячи лайков. И на видосе их, на видеоинструкции, там, миллион просмотров. Ну, тупо, типа, с этим-то все понятно, ладно, с этим все понятно. Но если мы посмотрим на посты, то тут, типа, 47 тысяч просмотров, 46 тысяч просмотров, там, не знаю, 36 тысяч просмотров. И вот все это идет, и в самом деле ты листаешь, листаешь и пытаешься отыскать какой-то пост, который набрал бы, там, не знаю, допустим, 100 тысяч просмотров. И как-то найти-то его не... А, вот, допустим, за 30 мая пост набрал, ну, типа, 120 тысяч просмотров и 4 тысячи лайков. Что-то наподобие того. И комментарии, причем, в обоих группах закрыты, поэтому, типа, особо активность мы оценить не можем по всему этому. Но большое количество человек в авторитетных журналах говорят, что, мол, ну, вот, да, в самом деле это накрутка. Хотя, как они это выявили, опять же, не особо сильно понятно. Но, опять-таки, если мы зайдем в подписчиков, что у паблика Arizona RP, у группы, вернее, ВКонтакте, то мы сможем увидеть также, что там тоже есть вот всякие фейки, вот эти, знаете, все какие-то, я не знаю, бабы, там, вот эти вот с сиськами, с жопами, там, я не знаю, с глазами, с головой, со всеми прочими вот этими, что есть, и причем даже есть повторяющиеся вот эти вот самые бабы. То есть, и в паблике Arizona Roleplay, допустим, есть какая-то, я не знаю, баба вот с этими сиськами, ты заходишь в подписчиков с антра-ПРП, там тоже есть эта самая баба. И говорить, что, типа, накрутка или не накрутка, ну, тут сложно. Ведь, в самом деле, ну, вот, кому какая разница, там, накручивает этот с антра-ПРП, там, не накручивает, типа, никому от этого же хуже не становится, в самом деле. Но, однако, однако, это может повлиять на выбор сервера. Вот, допустим, человек заходит и такой видит то, что там, типа, ебать, у них там 200 тысяч подписчиков, значит, сервак-то, походу, популярный, и в самом деле заходит и видит, что сервак популярный. И это играет решающую роль в том, что, типа, блядь, а я буду играть на с антра-ПРП. Либо же, он заходит на Arizona Roleplay и также видит, что сервак популярный, и подписчиков примерно одинаково. И человек, абсолютно незнакомый с этой сферой, типа, кто такая Arizona, кто такая, там, не знаю, с антра-ПРП, такие люди есть. Как бы, в ролике, в котором я смотрел ролик, типа, Blazix и всех остальных, когда я сказал, что его никто нахуй не знает, я сказал, что меня, типа, знает весь GTA, сам YouTube, и то, что я, там, типа, известен. Многие спутали это с популярностью. И, ну, могут быть такие люди, которые, да, типа, меня не знают, или люди, которые не знают, что такое Arizona Roleplay, которые только, я не знаю, вчера родились, и, в самом деле, всё это могут не знать. Однако, какой вывод можно сделать из всего этого? Ну, даже если у сантра-П есть накрутка, где гарантия того, что накручивают именно они? Где гарантия того, что они вообще накручивают? А где гарантия того, что, ну, типа, кому от этого хуже-то, на самом деле? Ну, типа, ну, непонятно абсолютно. Но, конечно же, это странно, что у Arizona Roleplay, у такого проекта, который рекламится вообще везде всегда, и всё, типа, у них нормально. И сантра-П, который, откуда вообще он появился, как он вообще стал вот этим самым проектом, тут тоже не особо всё это понятно. Поэтому, ну, вот, как-то вот даже вот тут смотришь, такой, типа, блядь, а вот накрутка, не накрутка, блядь, чё сказать-то, чё сделать? Но, в целом, в целом, что я могу сказать? Онлайн на сантра-П вроде как настоящий. То есть, это не абсолют роли плейдана, которые могут быть, а боты и всё-всё-всё прочее. То есть, ну, типа, ну, более-менее какой-то там, я не знаю, проект, типа, более-менее. Однако, вы можете выразить своё мнение по поводу всего этого в комментариях, по поводу того, что там, мол, там, не знаю, накрутка у сантра-П, не накрутка у сантра-П, или вообще Arizona накручивает, Arizona всех обманывает, и всё прочее делает Arizona. А я хочу вам сказать, что геймплей данного видеоролика был застен на проекте Arizona RP, сервере Феникса. Заходите по айпишнику в описании, там есть мой никнейм, там есть айпишник, там есть мой телеграм-канал, там есть много всего, поэтому заходите, ознакомливайтесь со всей вот этой вот информацией, и всё у вас будет хорошо, замечательно, и вообще, знаете ли, круто. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание, я с вами не прощаюсь, увидимся завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, ну, как-то так это всё будет. А всем по... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok